Здравствуйте! Вы находитесь на канале Ольга Лепатова. И сегодня мы вместе с вами в столице Болгарии, в Софии, в самом её центре. Гремят трамваи, ходит другой транспорт, люди идут по своим делам. А перед нами, вот там внизу, остатки античного города. Это V-VI век нашей эры. Совершенно случайно при строительстве метро Софийского были обнаружены вот эти остатки. И теперь здесь проводятся археологические работы и одновременно музей под открытым небом. Итак, я приглашаю вас сейчас вместе со мной в этот город. Вы понимаете, что София большой современный город. Вокруг находятся уже застройки более позднего периода. И естественно, что не может быть большой территории для раскопок. Поэтому здесь хорошо просматривается одна единственная улица, на которой находятся и жилые постройки, и торговые, и общественные баня, и туалет. Ну как, без них просто невозможно себе представить жизнь ни одного древнего римского города. Кстати говоря, вот эта улица была шириной 7 метров. Вот представьте себе, какой был город, да, и какие условия для жизни создавали себе римляне. Это я сверху пытаюсь вам показать баню, общественную баню. Это вот одно из помещений, в котором проходили процедуры древние римляне. Вот. И, кстати, я думаю, вы знаете, что в таких банях отапливался пол. То есть вода подогревалась, и подогревался пол. Вот всё это снизу поступало. А сейчас я вам показываю. Это полукруглый бассейн. Это тоже сооружение внутри бани. Значит, здесь вот уже в воде сидели, наслаждались тёплой водой римляне. Кстати говоря, не случайно бани находятся в этой части города, потому что буквально в 200 метрах отсюда и сейчас тоже есть... Ну, там не бассейн, там нельзя купаться, но так называемая баня, где течёт минеральная вода. Её температура 46 градусов, естественно, она вытекает из воды. Вообще Болгария славится тёплыми водами, и про это я очень много рассказываю в своих видео. Вот, значит, об этом источнике я тоже обязательно вам расскажу. Софийским очень интересной по составу вода. Ну, а сейчас мы с вами двигаемся дальше. Это я вам пока показываю сверху. Это вот всё такая баня, да? То есть не смотрите, что немножко странная конфигурация, потому что, я говорю, тут, естественно, вот эти вот современные уже стены, фундаменты, и поэтому то, что осталось, то и восстанавливают. Итак, идём дальше. А сейчас хорошо просматриваются канализационные сооружения, по которым вода утекала, грязная, из бань, и через систему канализационную городскую уходила куда-то, не знаю, как в данном случае, но у римлян были очень хорошо продуманы все вот эти моменты. Итак, мы сейчас с вами идём по тем самым древним античным камням, которые выстилали улицу римского города. Изначально, я вам сказала, она была 7 метров шириной, но теперь уже несколько уже, потому что были построены впоследствии вот эти общественные здания. Мы посмотрели с вами на баню, а сейчас подойдём к туалету. Ну, вот он такой, этот самый античный туалет, который располагался на улице города и был предназначен для того, чтобы любой житель, испытав определённую нужду, зашёл в него. Туалет этот, скорее всего, был бесплатный, как и большинство туалетов в Римской империи. Вот, и естественно, что через канализационную систему здесь стекалило всё в городскую канализацию и уходило. Вот я не знаю, если вы увидите, там в уголочке, сейчас я вам попытаюсь показать, видны остатки этой трубы, по которой утекало всё. Вообще, надо сказать, что туалетная история, сортирная история очень сильно меня заинтересовала. И скоро на моём канале вы увидите отдельное видео, посвящённое, ну, прежде всего, вот, римским общественным туалетам, потому что именно в Римской империи эти заведения получили свой высочайший расцвет. Вот этот туалет при бане, и здесь находился. И опять-таки я вам показываю то, что осталось. Смотрите, вот эти вот глиняные трубы канализационные и каналы, и как там это всё прекрасно выложено кирпичом. Вот такая система, всё это уходит, видите, под улицу, уже в землю. То есть каналы эти работают. Это не куда-то. Это были специальные стоки организованные. Сейчас перед нами кусочек дома, который хозяин, видимо, торговец, использовал и в качестве жилого, и часть помещения использовал как торговое. Ну, сейчас он вот такого небольшого размера. На самом деле изначально его ширина была от 10 до 13 метров в разных, так сказать, концах здания, да, а длина 32 метра. Вот такой длинный был, и получается узкий дом. И вот посмотрите, какая интересная кладка. Это вообще характерная именно римская кладка, когда камни, да, то есть вот естественные природные камни перемежались рядами кирпичей для того, чтобы было более устойчивым это сооружение. И здесь, в Болгарии, очень часто встречаются подобные вот вещи. Причём, видите, какой кирпич? Он такой невысокий, да, плимфа такая кирпичная. Мы с вами заходим как бы внутрь ещё одного жилищно-торгового здания. Здесь большая часть его сохранилась. И вот тоже, смотрите, интересные особенности вот этих домов. Опять-таки мы читаем здесь на указателе, что ширина этого дома была около 10 метров, а длина 38. То есть, видите, такие длинные, вытянутые, интересные дома. Пока мы с вами прогуливаемся по остаткам древней-древней улицы, повторяю, это где-то пятый век нашей эры, я вам хочу сказать, что Болгария – это вообще очень интересная страна. Здесь существуют остатки большого количества цивилизаций и буквально на каждом шагу. То есть, эта земля была настолько ценна, настолько важна для всех наиболее развитых народов того времени, европейских, что, в общем-то, сюда с большим удовольствием приходили и тракийцы, и греки, и римляне, и позже уже Византийская империя приходит. Вот это я вам показываю эту улицу. И мне очень нравится, что Болгары очень бережно относятся к своей культуре. Не просто бережно относятся, да, а вот действительно это сохраняют и, как бы, переплетая всё, используют и сегодня очень, так сказать, с одной стороны бережно, а с другой стороны очень практично. Мы находимся с вами во внутреннем дворе одного из домов этого города, древнего города Сердика. Внутренний двор составлял очень значительную часть жизненного пространства древних римлян, потому что здесь, в соответствии с климатом, в соответствии с погодой, проходила очень большая часть их жизни. И вот представьте себе, что вот на этих каменных тумбах, да, которыми, вот как бы отмечено, здесь стояли колонны с двух сторон. Значит, естественно, красиво это всё обвивалось какой-то зеленью. Вот, двор этот использовался в течение не одного века, и поэтому вот здесь вот показано, что даже ранее самое покрытие двора, каменное тоже какое-то были, какие-то плитки, да, вот выложены ими. Вот, во дворе также находился фонтан, и от него осталась, опять-таки, подводка труб, оловянных труб, по которым вода подходила к фонтану. Я вам сейчас покажу. Это покрыто тоже стеклом, не очень может быть хорошо видно, отсвечивает, но тем не менее. Вот видите, значит, вот такая была система у римлян, всё разработано, всё продумано, всё сделано очень даже тщательно. Кстати говоря, кроме общественных туалетов в древнеримских городах существовали, естественно, и так называемые частные, которые находились в частных домах, ну, людей уже более состоятельных. Вот, и поэтому, естественно, я думаю, что вот в таком доме, по внутреннему двору, которого мы с вами сейчас гуляем, здесь был расположен свой собственный туалет. Вот это ещё один внутренний двор. Может быть, с нашей современной точки зрения он покажется не таким уж и большим, но надо сказать, что вот археологи считают, судя по его размерам, явно двор принадлежал какому-то высшему лицу, может быть, даже управителю или члену правления вот этого города. Такой очень интересный вид на последний уголок улицы, который нашли, откопали, которая сегодня радует туристов и жителей города Софии. А здесь мы сможем с вами понять хоть немножечко, как была организована система отопления в древнеримских домах. Вот я сейчас вам показываю каналы для горячей воды, которые находились под полом, а около самих стен оставляли в полу такие щёлочки, да, вот очень узкие, через которые тепло поднималось в комнату. И повторяю, что здесь вот, например, в Болгарии огромное количество течёт уже горячей воды, тёплой. В Софии вот конкретно 46 градусов, и поэтому на этом, наверное, можно было экономить и заодно обустраивать себе такие удобные, да, уютные жилища. Потому что, конечно, зимой климат не очень благоприятствует тому, чтобы жить без отопления. Увидела здесь первый раз такие вот, видите, прочерченные как бы канальчики, да, на стенах. Я не знаю, что это такое, для чего это нужно, и, может быть, кто-то из моих зрителей может мне объяснить, что это. Потому что, смотрите, идёт просто по всем стенам в очень интересном каком-то таком, я не знаю, узоре. Что это, я не знаю. И вот так мы можем бродить с вами по истории, погружаться в неё, вы слышите, идут трамваи, работает метро, люди живут своей современной жизнью, и в то же время любой желающий может прийти сюда и соприкоснуться с историей. Вот это одна из причин, почему я так люблю Болгарию. Каждый свой шаг практически я знаю, я делаю по истории, которая связывает меня с прошлым человечеством и, конечно, с будущим. Возможно, это одна из каменных чаш, которую специально ставили для того, чтобы они заполнялись водой, дождевой водой, и её можно будет потом использовать в хозяйстве. Вот здесь как раз расположена та самая станция Сердика, при строительстве которой был и открыт этот древний город, который тоже был назван Сердикой. А может быть, наоборот. Сначала так назывался древний римский город, а потом назвали и станцию современного метрополитена. И, кстати, обратите внимание, над станцией расположен лифт на уровне уже земли, да, современной, по которой ходят люди, ездят транспорт. Для тех, кому это сложно, подняться по лестнице, можно подняться на лифте. Вот то же самое мы увидели и в Польше, по которой путешествовали недавно. И чего, к сожалению, пока нет в нашей стране. Так что смотрите наше видео, путешествуйте вместе с нами по разным странам и городам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!